Ален Делон – первый обладатель золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля этого года. Он получит награду за вклад в искусство. Сегодня огласили программу фестиваля важнейшего события в мире кино. Фестиваль пройдет с 14 по 25 мая. Жюри конкурса возглавит Алекандро Гонсалес и Нариту, а на открытии покажет фильм Джима Джармуша «Мертвые не умирают». В основном в конкурсе новая лента Педро Альмадовара «Братьев Дарн» Кена Лоуча. И также на фестивале покажет российский фильм «Дылда» молодого режиссера Кантемира Балагова, выпускника мастерской Александра Сокурова. Это его вторая лента. Первая лента «Теснота» два года назад тоже на Каннском фестивале получила приз кинокритиков. На этот раз фильм Балагова покажут во второй по важности части фестиваля, который называется «Особый взгляд». Предстоящие Каны обсудим с кинокритиком Ольгой Шакиной. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, давайте поговорим про фильм российского кинорежиссера. Что мы о нем знаем, об этом режиссере, и почему вот это, получается, вторая его картина, и она снова как-то отмечена будет на Каннском фестивале. Вот что о нем можно рассказать? Вы знаете, Кантемир Балагов – это один из самых талантливых российских молодых режиссеров, который появлялся на нашем горизонте за последние лет 10, наверное. Это выпускник, уже ставший знаменитой мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарии. Вот там такое невероятное количество талантливых режиссеров обнаружилось, что просто страшно теперь подумать, если бы Александр Николаевич сюда не приехал, что бы с ними было, чем бы они вообще занимались. Так они действительно вышли на довольно важные такие мировые киноорбиты. Кантемир Балагов поразил всех абсолютно два года назад с картиной «Теснота», которая немедленно, будучи дебютом, была отобрана в особый взгляд. Это очень важный конкурс, туда так сходу не попасть. И время от времени там участвуют такие режиссеры, которые бывали и в основном конкурсе Каннского фестиваля раньше. То есть это абсолютно не для дебютантов молодых из Кабардино-Балкарии такой вот конкурс экспериментальный. Но тем не менее он там поучаствовал, награды не получил, но всех совершенно поразил. На следующий же год Кантемира Балагова позвали уже в жюри «Особого взгляда». И теперь, два года спустя, после того, как его дебют появился в конкурсе «Особый взгляд», в втором позначимости Каннском конкурсе, он снова в особом взгляде со своей новой лентой, которая повествует, которая на военную тему принято считать, что, ну вот, есть такая конъюнтура, что русские особенно удачно и с особой жаждой снимают о военных годах, что у них концентрация такая на этом. Там как раз фильм о событиях 1945 года, насколько я помню. Совершенно верно, да. Две девушки-фронтовички возвращаются в Ленинград послевоенный. И сценарий Балагов писал вместе с писателем Александром Тереховым, которого мы помним по книжкам «Каменный мост и немцы», и который, мало кто знает, написал один из первых вариантов сценария для скандально уже теперь известной ленты Алексея Учителя Матильда. Но все это частности. В общем, знаменитых артистов практически в ленте Балагова нет. Сейчас очень много шуток по поводу того, что она называется «Дилда», и ее российский вариант названия схож с английским «Дилдо». Но, тем не менее, есть даже предположение, что продюсеры Александр Роднянский, среди них, решили оставить это отечественное название именно для того, чтобы больше было хайпа в англоязычных СМИ. Ольга, спасибо большое. Посмотрим, как будет развиваться фестиваль. И я думаю, что зрителям будет интересно просто своими глазами увидеть то, что там будут выставлять.